Ох, эти минутки позитива со мной, хотя он с алмазной мактусой, ну да, ох, эти минутки позитива, ох, эти минутки позитива, сейчас буду, сейчас положусь у меня уже, чечевица варится, чечевица варится, сейчас я подключу дальше у себя. Положу соевое мясо, соевое мясо, макарошки, соевое мясо, макарошки, кератические в кастрюлю, кератические. Сырье, мясо, гуляш, макарошки, ох, сейчас макарошки сварю, прайденте, ох, эти макарошки, вот такие вот дела, сюда буфетик. Десятая, 10 марта 2021 год, 5 часов утра и 12 минут, картошечка, он еще варила картошечку, на винегретику, я такой винегретик, картошечку, у меня еще вареные, и свеклы. Я здесь на варта свеколки, одну я уже съела, здесь получается 4, 5, 6, 7, а, было 8, было 8 штук, сейчас солью побольше эту воду. Сейчас так вот, показываю вам свеколку, она видна свеколка, сейчас нужно будет почистить, сейчас нужно будет почистить свеколку, сюда я пока попадаю, сделать салатик. Картошечку я оставлю пока, потом буду жарить картошечку, сейчас делаю салатиком, 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 я сполосну, сполосну тарелочку, кипяточком, кипяточком тарелочку сполосну, и еще кипяточком. И еще кипяточком, Сейчас ручки помою с мылом, хорошо, а, сейчас здесь нужно помешать, размешать макарошки, или побольше макарошек положить, Сейчас посмотрите, может, еще добавлю, добавлю макарошек, Может, побольше макарошек положить, сейчас посмотрите. Может, еще добавлю, добавлю еще макарошек. Так, посалим уже, сейчас посмотрите, сейчас попробуем, сейчас попробуем, сейчас попробуем чечевицу, не соленое, Как посалим солькой, и только славяночка, только славяночка, так что вот, несколько, три щепоточки, наверное, три щепоточки соли положу, Ох, солька славяночка, ну да, славяночка? Ох, славяночка, да, славяночка. Так, здесь у меня чатный песок, мука. Ну что, ручки, сейчас вам мои ручки почищу, белка укрой. Ох, славяночка. Ох, славяночка. Хорошо, ручки помоем сейчас. Смыло. Ох, смыло молоко, мед. Ох, молоко, мед. Ох, это мыло молоко, мед. Хорошо, пласкиваю ручки. Ох, красота, красотень. Еще свеколку, среднюю свеколку, потом уже почищу. Да, ничего. Ох. Отлично. Сверху почистила свёклку сюда, сейчас поласкиваю. Многие вообще, Наталья, правда, советует очень радостно вставать, сейчас я сполосну горячий день, терочку, сполосну, терочку с кипяточком, сейчас потру, чтобы вам было тоже видно, свёклку, салатик. Чтобы вы видели салатик из свёклки, эротически, эротически салатик из свёклки. Чтобы всё чисто было, я люблю, чтобы всё чисто было. Чтобы руки, о, руки, я много раз в день мою руки, много раз в день мою руки, поэтому зайцы вот это. Вот, чтобы всё чисто было. Чистота, чистота, порядок, ну, творческий порядок, чистота, столько раз в день мою руки, огромное количество раз. Салатик из свёклок, ну, чтобы всё чисто, приготовить, чтобы всё чисто, и тарелочки, и вообще должна быть чистота, должна быть. И порядок. И в доме, и в душе нам быть здоровой. Душевно, духовно, физически, психически. Так что вот имеет такое здоровье. Очень покрошила я. Свёклку покрошила. Сейчас сполосну ручку. О, вот она окрасилась. Почему окрасилась? Свёклка. Салатик из свёклки. Сейчас покрошила мыть, выдеваем. Сразу помыть, надо, чтобы не высыхало. Сразу помыть. Ну, а вот эти минутки позитива. Ну, это больше. Это, наверное, видео будет больше минуток позитива. Так что вот, там у меня были по 8, по 10, по 18. Минуток позитива. Ну, это, наверное, больше, потому что у меня сейчас закончилась зарядка на ноутбуке. Я его поставила на зарядочку. На зарядочку. Чесночок. Сейчас я покрошу две дурочки чесночка. Ох, готовим дома. Согной, специально салманом. Маскум сайтили. Минуток. Минуток. Ох, минуток, судьбе. Вот эти ума швейнях, тёпком, тёпком. Театр дома. Холоденькие. Споласкиваю. Две дурочки. Две дурочки чесночка. Здесь я уже сполоснула. Эту штучку я сполоснула. Макарошки, кто его мясом, они варятся. Сейчас мы поставим к Наталье Пратину. Делесушку к Наталье Пратину. Делесушку к Наталье Пратину. Очень хорошо. Мелко-мелко чесночок. Мелко-мелко крашу чесночок. Меленько-меленько крашу чесночок. Половину чесночка кладу я в салатик. Половину сюда. Для того, чтобы это... Так, сейчас... Сейчас посмотрим, сварились ли макарошки. Сейчас ещё помешаю макарошки. Майонезик ряба. Майонезик ряба. Майонезик ряба. Следующий есть майонезик. Да, майонезик. Майонезик и чуть-чуть маслица добавлю. Майонезик ряба. Для салатика. Со свёколкой. Немножко маслица каролина. Немножко маслица каролина. Размешаю. Эвизи, об этом, provinceи. Да. Майонезик Салафонезик ряба. В общем, салатик. Смотрите, салатик. Салатик я сделала. А вообще попробую. Салатик из цвеколки. Очень полезный. О, салатик. О, макарошки уже сварились. В общем, макарошки. Макарошки с чечевицей, с соевым мясом уже сварились. В общем, кладу сюда макарошки с соевым мясом. О, просто красота, просто красотень. Добавляю чуть-чуть соевого соуса. Добавляю чуть-чуть соевого соуса. Маслица, маслица, маслица Каролина. Маслица Каролина. И немножко хрена. Немножко хрена. Водичка. Здесь, в общем, что? Чесночок я уже туда покрошила. Чесночок. Так, сейчас я покажу кому-нибудь, покажем. Это вот сваренную свеколку. Заренная свеколка. Здесь еще, может быть, буду потом это... Здесь у меня картошка. Картошка. Это будет потом картошку. Так, все, яблочки. Знаете, вот эти вот яблочки. И яблочки. Сейчас я это быстренько вам запокажу. А, все-таки чаю. Сейчас немножко сейчас подогрею чайку. Подогрею чайку. Подогрею чайку. Чего-то еще нужно... А, сейчас забыла. Добавить, да. Виноградного уксуса. Чуть-чуть виноградного уксуса. Чуть-чуть виноградного уксуса сюда добавляю. Может быть, чуть побольше. Ну, посмотрю. Сейчас я сначала... Так. Все сюда поставлю, чтобы это было видно. Были видны ингредиенты, из чего я приготовила. Так что, вот, такие вот ингредиенты. Из чего тут что приготовлено. А, салфеточки. Еще нужно сюда положить салфеточки. Такая она, чтобы красотень, красотень. Ну, что, включим Наталью Праудину. Она, наверное, что-нибудь такое интересное там. В Турцию. Приглашаю Наталью Праудину в Турцию. Вот. Уполняться этим позитивом. Ох! Ох! Незабываемая Турция. В май на майские праздники. Незабываемая Турция. Привет, дорогие друзья. Да. Мы тоже вас очень рады видеть. У нас великолепное предложение. Тоже рады вас очень видеть. На майские праздники. Мы собираемся провести там незабываемые дни. Как всегда, наполненные чистым воздухом. Майские выдачи. Ну да. Сейчас я вам покажу. Уже приготовился такой ранний завтрак, как в Париже. Татьяна Салмановна Мактум, сайфудинт я. Ох, Наталья Правда, такая все накрашенная, красивая. Ну да. Пять часов утра, двадцать восемь минут. Ох, ну да. Мы вас тоже очень любим. Пять часов утра, двадцать восемь минут. Читаем и смотрим ваши видео. Так что вот. Ну как же, у меня ее книжка. У меня столько ее книжек. Я была на ее семинарах. И в общем, она такая очень позитивная. Так что вот. В общем, свеколка. Свареная свеколка у меня. Картошечку. Такой винегретик. В общем, сделала себе салатик. Из заваренной свеклы. С чесночком. С майонезиком. Сварила чечевицу. Обратите внимание. Чечевицу. С соевым мясом. С макарошками. Немножко маслица каролина. Немножко виноградного. Немножко виноградного уксуса. Наверное, я слишком, надо подольше подержать, да. А то я, знаете, так это быстро-быстро как-то держу моим ноутбуком. Я это заснимаю. Ну, в общем, вот так, да. Немножко соевого соуса. Ну, чтобы как-то красиво. Чтобы это как-то красиво вот это вот показать, за показать. Вот. Такой ранний, ранний завтрак. Ингредиенты показываю. Ну, типа, знаете, как это смотрят? Знаете, готовые думки. Такие передачи. Я тут думаю немножко так, знаете. Вот, типа, готовим дома. Ну, у меня студия, знаете, такого вам актерского еще мастерства. 48 лет, рост метр 75. Брендирую, рекламирую себя. Мой лайф-джорнел. Ну, сейчас я туда запоставлю компьютер. Туда запоставлю. Буду кушать. Сейчас я так поставлю в холодильничек. свеколку. Свеколку. Свеколку в холодильничек ставлю. Тут же свеколку в холодильничек. Сейчас я уберу, так скажем. Картошечку тоже в холодильник. Ну, это как я сделала салатик. ставлю холодильник и картошечку в холодильнике она вообще забыла показать меня еще запасы как же это вот сейчас покажу здесь это я ставлю море сюда в буфет в буфет ставлю так что вот сюда задождаю место нужно еще чай конечно еще нужно чай заварить еще нужно заварить чаю майонезик я тоже убираю а сейчас все нужно подогреть подогреть чайку сейчас я подогрел чайку заварю чайку ох ну конечно в турции майский праздник в курсе да да так вот сегодня у меня у вас великолепное предложение поехали в курсию на майский праздник мы собираемся перестать о многих забываниях не так всегда накормленных численности и у нас все будет у нас все будет у нас все будет красивую медитацию и конечно же вашими любимыми красками улучшение жизни и привлечения любви и конечно дня процветания я Наталья Брабина жду вас на первомайской Турции ах на первомайской Турции крепкий чаек терпкий чаек одну штучку чайка сейчас заварю завариваться так что вот такие вот дела сейчас я поставлю сюда это видео там еще холодильничек покажу да эти запасы холодильнички у меня еще полтора кочна капусты еще знаете вот тут еще три кило картошки морковка знаете вот это вот полтора кочна капусты три килограмма еще картошки килограмм морковки яблочки так что вот это все в холодильнике это я знаете в холодильнике запасы запасы у меня такие же ну чтобы кровоподольше но картошка и картошка и морковка и свекла очень хорошо в холодильнике значит на нижней полочке сохраняется очень хорошо так что вот я ходила в магазинчик как говорится там тогда три сетки три сетки картошки три сетки в общем купила там 35 килограмм тогда ходила 35 килограмм ну около 35 килограмм продуктов купила ох ты какая красота сейчас буду кушать ох ты беседы ох ты Наталья Правдина ну да ну да ну если вы хотите поспорить с ней что она не грандмастер фэн-шу и не духовный учитель ну вы там спросите я не знаю я это прочитала даже вам покажу анонсы там анонс книжки был то что она духовный учитель я вам вот говорю то что в книжках то что в анонсе там написано просто вам как говорится вот так вот написано если вы хотите оспорить вы там спросите грандмастер ли она по фэн-шу духовный ли она учитель это наверное благодарные слушатели которые посещают ее знаете в том числе видите она приглашает на майские праздники на такой вот как говорится этот незамываемые морские праздники в Турции я так понимаю восторженные ее слушатели как говорится наверное знаете как вот это много восторженных слушателей людей которые ее любят у нее очень хорошие там комментарии так что вот это наверное мнение народа ее слушателей да мне самой ее книге нравится и видео нравится так что вот что погода погода такая на улице этот компьютер этот яндекс показывает минус 18 градусов так что вот так что вот минус 17 градусов так что вот показывает ох как я тут сейчас в зеркало еще посмотрю как я тут выгляжу морозик конечно погода погода шепчет погода такая морозная у меня сейчас все закрыто днем я проветривала часа два проветривала так что вот большое проветривание у меня было а сейчас конечно все закрыто все окна у меня закрыты потому что ну я не знаю там может быть знаете как говорят минус 18 ощущается как минус 25 так 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 я же вам говорила я была на ее семинарах здесь в Санкт-Петербурге на Крестовском острове в Счастливый клубе у меня преподавала в Счастливом клубе это такой детский садик арендовали они помещение в детском садике так что вот там не только были ее семинары с курсом вот но также еще выходные дни знаете там клубные дни были клубные дни по выходным чаепитие в перерывы там обычные чаепития бывали я только не могу понять говорили что это детский сад а как там может быть детский сад там же вот это помещение знаете вот это вот там где она они арендовали счастливый клуб где арендовал там помещение а может быть это отдельное помещение при детском саде потому что там не может быть детского сада это наверное при ну как бы отдельное такое помещение потому что там такая комната большая была метров 30 40 два входа отдельно туалет с умывальником понимаете окна и одна комнатка маленькая метров 5 7 ну может быть восемь такая по типу у них была административная комната и все это отдельно каким-то отдельным вот этим вот в этом здании отдельная была там детского сада чтобы не сделаешь это какой-то момент примет помещение при детском саде потому что там не где кормить там сидеть и где там кормить детей начнем одна комната детский сад предполагает я птичий час я кстати помню когда я ходила в детский садик я помню это великолепно уж точно не могу сказать как он назывался вроде как песенка но точное название сказать вам не могу скорее всего песенка но это детский садик явно находился в пешей доступности от дровяного переулка а вы знаете что еще самое интересное от дровяного переулка он находился и когда из парадной там выходишь надо было идти не к каналу грибоедова направо а налево кстати у меня бабушка водила садик налево надо было идти налево там скверик это да да скверик куда-то вот видите как это было давно 48 лет мне а у меня воспоминания диск на садике там несколько фотографий было так воспоминания помню у нас был тихий час кровать и идите спать и вот так на эти кроватки детские это великолепно помню вставлять такое воспоминание из детства а А еще я великолепно помню, я была маленькой, была подростка, мне было лет 10-11, я ездила на трамвай, в Новосибирске, нет, в Новосибирске, в клуб ДСА, в служебное собаководство, чтобы сдать мне экзамен, я там училась, конспекты вела, записывала, сдавала экзамен, чтобы получить зачет, и чтобы можно было взять собаку клубную в ДСА. Вот, знаете, там такие все помещения, это был первый этаж, ну такие советские, вы понимаете, советские помещения, там такой, ну ремонт, вы понимаете, да, ремонт по-советски, ничего такого, такая, первый этаж это был. И надо было войти в этот клуб на первом этаже и пойти направо, направо до конца, по коридору, направо до конца по коридору, вы упираетесь как раз в большую комнату, типа зала, где была лекция. Ну, плюс-минус, я так вот, чисто вот так вот вспоминаю, как это выглядело. А потом, когда моя собака Фретта подросла, я ее учила, знаете, первый курс, общий курс, обучающий для собак, для служебных, это мы ездили на Васильевский остров. На Васильевский остров, и там, знаете, там вот, за кладбищем, за кладбищем такая площадка с такими была штуками, по типу, знаете, вот это вот, чтобы собака по бревну прошла, потом такая штука, знаете, как кони прыгают через препятствия. Ну, в общем, для собак примерно то же самое. Там надо было, чтобы собака прошла по этому бревну, спустилась, там эти ступенечки, вот, потом перепрыгнула через, ну, такую штуку, знаете, как говорите, до полтора метра, сколько там взяла, знаете, барьер назывался. Вот. Ну, надо было команду, чтобы она, знаете, экзамены, там вот, в общем, я ездила, вот это обучала, там и тренер, там и другие, ну, как называют, как это, не тренер, а, в общем, ну, руководитель группы, которая показывала, как обучал, обучал, показывала, как тренировать собак, вот. Вот, там была целая группа, вот, и надо было там вот тренировались, и, конечно, экзамен, чтобы она понимала, чтобы она садилась, там, знаете, вот, сесть, она должна понимать это все, и, в общем, как бы, вот, все вот эти вот барьеры, по бревну пройти, там прыгнуть, в общем, все, как говорится, без заминки, без запинки, тогда сдаешь, в общем, экзамен. Ну, собака сдает. А если у вас собака вдруг запротивилась, не хочет по бревну идти, вообще вас не слушает, не садится, барьер не берет, там, вырывается, или она не хочет, ну, считайте, что экзамен вы не сдали. Ну, как-то нельзя, знаете, как-то вы с собакой, да? Получается, что? Хозяин учит собаку, и собака делает эти вот, так скажем, команда. Потом, должна она понимать, наверное, там, как-то, я точно помню, опять должна подойти, надо, не отпустить, надо, чтобы она подошла. Не просто подошла, а ей говоришь, ко мне. Хлопаешь, хлопаешь правой рукой по правому бедру, ну, где-то вот так, ко мне, ну, так тихонечко, ко мне, говоришь. Ну, чтобы собака, наверное, вот видела, понимала. Она должна, собака, подойти к хозяину, обойти его и сесть с левой стороны. Ну, плюс-минус, так давно было, это было 38 лет назад, ну, 35 лет назад. Она не просто должна там прыгать, бегать, у вас не слушаться. Если говоришь ей ко мне, она должна слушаться хозяина, она должна подойти, не просто вот там, где-то подойти и, знаете, на вас смотреть. Она должна подойти и сесть. И не с правой стороны, а с левой. Ну, знаете, это я, это было так давно, это на уровне вот этого, я так вспоминаю просто, на уровне мышечной памяти. Знаете, как эти автомобилисты, знаете, кто водит машину, они как-то уже, знаете, вот это вот. В каких-то нюансах я могу ошибиться, потому что это было, я была таким подростком, ребенком, было это давно. Я с большим удовольствием с ней ездила. И на учебу. Закончив первый, первый такой этот, как бы это называть, общий курс, чтобы собака слушалась, собака была, не как сказать, умная, чтобы слушалась хозяина. А потом специальный курс, я даже не знаю, специальный, наверное, чтобы, знаете, на выставке она же была с этими породистая. Породистая, собака была средословной, породистая, чтобы не один курс, а два курса. С медалями, знаете, сколько выставок в Ленинграде, сколько выставок прошли, там, всякие там эти значки, медали, ну, наверное, штук 12 значков, медалей. Не хочу сказать, что она там, это первая-первая была, потому что там собаки на выставке оцениваются не только... Знаете, я сегодня даже про выставки расскажу. Собака оценивается еще по красоте. По красоте, чтобы, конечно, слушалась хозяина, но по красоте. А собаку по красоте в служебном собаководстве, наверное, можно было взять по блату. Так что вот, потому что у моей собаки, у нее не было, знаете, вот сзади еще эти же собаки по роду Коли, вверх она была черная, нет, она была рыжебелая. Рыжебелая, вы знаете, вот воротник бывает вот сзади у нее, знаете, вот полностью такая вот грудь белая, знаете, вот этот воротник уходит на холку. Вот, и есть собаки, у которых полностью вот эта холка с белым воротником, а у нее была только часть, у нее был неполный воротник сзади вот этот вот. И такую вот собаку, чтобы она была такая супер красивая, с полным воротником и так далее. Такую собаку наверняка можно было по блату взять где-то, или за большие деньги, надо было им больше заплатить. Поэтому, конечно, собаки оценивались, там были более красивые собаки с одни полными воротниками и трехцветные, как говорится, трехшерстные. У меня какого семечника, я? У меня какого семечника? как проходили выставки выставки ждешь заранее приезжали ждешь своей ты потому что там еще может по возрасту как там градация собак в общем когда будет так как градация там собаку нет конечно по породам порода колли и там участвовала например собак 25 25 примерно 20 25 хочешь по кругу с собакой собака должна быть послушная хочешь по кругу и студии которые смотрят они переставляют представляют хозяина собака вот на первое место на третье место на 5 вот уходишь они смотрят на собаку какая она как она ходит какая она знает ну не знаю как она сухана красиво насколько она послушная на что не смотрит ну как-то вот тогда насколько она ухожена насколько она, насколько она красива, насколько она послушна, сказать, что мы первые ходили, такого, не знаю, было когда-нибудь такое, ну там, знаете, и последними тоже у меня были, где-то так, третье, четвертое, пятое, где-то я так вспоминаю, так что вот, но, если по всему, там же были какие-то призовые, там же, все-таки, знаете, все-таки мы какие-то призовые места завоевали, ну, знаете, третье, четвертое, я не помню вот эти градации, все ли собаки там что-то получают, по-моему, жетон, что участвовал в выставке или какой-то такой получают, может быть, все, а так места, как бы там, сколько мест, вот это я точно не могу сказать, я точно это не помню уже. И выставки эти в основном проходили весной или осенью, ну да, это было ни летом, ни зимой, это были весеннее, весеннее, весна или осенью, мы с мамой ездили, знаете, в выставке с Тамарой Петровной, и моя мама, знаете, как обычно там запомнилась мне, знаете, вот такая шапка была из искусственного меха, серая, серая такая, с белизной, серая, серая шапка, знаете, такая вот, из искусственного меха. Я даже, когда сделала, я делала двери на пластике, у меня вот очень такой большой нос был, горденькой, сделала двери на пластике, в одну, в 18 лет, и помню сразу, дала объявление в какую-то газету, искала себя мужа. Думаю, теперь я с таким новым носом, и все хотела моряка, моряка дальнего плавания. И вообще, на самом деле, мое такое, вот это вот ощущение, что он должен быть моряк, устилилось после того, как мы так это, в принципе, скромно жили, я скромно так одевалась там, в общем, ну я уже рассказывала. А мама работала в линздате, редактором, и когда у мамы печатался мужчина, мужчина печатался, он ходил в эти, ну он был моряк дальнего плавания, может он был, не совсем моряк, может он был какой-то начальник на этом корабле, но она говорила, что он вот, ну в дальнее плавание вот это ходит. Может быть, у нас там есть же начальники, то есть какой-то старший вот этот вот состав. Ну я помню, он маме духи подарил, мы к нему в гости приехали. Ну мама привезла ему там что-то, ну и как называется, ну где-то вот, его статью или что-то там, ну вот, он маме духи подарил. Я просто запомнила квартиру, как там была, и мебель была шикарная, я подумала, это ж надо. Ну конечно, у него, вы понимаете, да, и отец, он был шикарный, вы знаете, вот эти вот моряки дальнего плавания, они там, он в джинсах и прикидь, он говорит, все вот это, и дома у него так было, вот это вот. А мне было, наверное, лет 17 или 16, или 17, я это великолепно запомнила. Я, конечно, не знаю, может быть, это не было, может быть, он из богатой семьи. Знаете, вот это вот, мало ли что. Ну, сам тот факт, прям все было, как это вот эти вот, и одет он был, ну вы поняли, да? Ну, я так понимаю, одет тоже, само собой, то есть они там, это плавали, как они там, раньше в советские времена, типа чекель, что-то там такое, там они там едут, могут там что-то отовариться, на каких-то там этих, в разных этих портах. А сам факт, чтобы еще, знаете, подарить, позволить себе подарить все духи, вот так вот, то есть, ну, в общем, как-то так. Я даже квартиру запомнила, квартира была необычная. Она была не такая, она была не в новостройках. Она не была, не хрущевка. Знаете, была квартира с просторными площадями. Я запомнила такую комнату там, там, как входишь, направо, направо надо было. В эту гостиную направо, такие двери, гостиная направо, и открывалась такая большая комната, открывалась. Судя по всему, она проходная была. Запомнились какие-то объемы, ну, минимум три комнаты там. Такая квартира, минимум три комнаты. Правда, мужчину я не запомнила. Вот, я бы его никогда не узнала. Но это был мужчина среднего роста. Ну, я всегда была высокая. Мяу, метр семьдесят пять. С юности метр семьдесят пять, такая сразу высокая, знаете, вот это. На физкультуре я всегда была первая. Вот это вот, становись, знаете, вот это вот. По росту становись, я всегда первая была. Всегда метр семьдесят пять, на физкультуре всегда первая. Поэтому этот мужчина был рост среднего, с меня примерно, ну может быть чуть выше, примерно, стройного телосложения, худой, ну стройный, без живота, спортивного телосложения и достаточно молодой. Ну, когда мне было 18, градация молодой, ну, градация молодой, ну, знаете, ему не было, наверное, хотя, знаете, некоторые выглядят, знаете, 50 хорошо, ну, он был, я не знаю, понимаете, ему явно было не 20 лет, может быть и не 30, наверное, ему было за 30, но не 50. Это был очень импазантный, я бы сказала, симпатичный, можно так сказать, красивый мужчина, так что вот, чисто внешне, не особо на него так не всматривалось, ну, примерно так, на вскидку. И когда мы пришли, дома он был один, может быть там где-то кто-то и был в каких-то других комнатах, но вот, вот в этой гостиной там никого не было. Мы буквально зашли, минут на 10, по делу. А знаете, что, может быть он маму, знаете, мама же брала, она же редактировала, для редактора была, и некоторые авторы в качестве халтурга просили ее перепечатать тексты. Может быть она ему перепечатала текст его, после редакции, и он ее отблагодарил духами, ну, как что-нибудь в этом роде. Может как-то так было? Это для чего он Татьяна Салмана раскатывает? Так далеко из детства, чтобы вы знали, что я была Александра в Татьяне Юрьевне. Так что вот. Да. Это мой ладжурнал, помимо всего прочего, мой ладжурнал рассказывает о себе, помимо сценария для фильмов, что рассказывает о себе. Ну, я так думаю, в связи с перестройкой, началась перестройка, начался везде там, такое-то, как там эта команда говорит, коммерческие отношения, всякие кооперативы, открытые границы, люди стали ездить, челноками, ну и вообще. в связи, я так понимаю, с тем, что стали какие-то, знаете, товарно-денежные отношения, как-то попроще сказать. Можно перестройка, кооперативы. Я так понимаю, что в советские времена этого нельзя было, а потом разрешили заниматься кооперативом, бизнесом. Если раньше эти люди считались спекулянтами, там, перепродавали, там, джинсы дороже, то потом эти люди стали считаться кооператорами. Если это был до этого черный рынок, там, из-под полы, где-то вот там, их ловили, там, понимаете, привозили какие-то вещи, джинсы, перепродавали. И в один прекрасный момент эти люди, которые, знаете, были как-то приспособлены к такому бизнесу, они смогли открыть себе кооперативы, легализовать, и у кого были какие-то там возможности привезти товары, флэши, они стали ими торговать, они, на этот, вещами, джинсами, компьютерами, и стали зарабатывать хорошие деньги. И начался такой, в общем, вот это, в общем, такие вот темы. Я так понимаю, наверное, были приняты такие законы о кооперации и что-нибудь в этом роде. Во вскидку, если в советское время имеешь валюту, ты ее перепродаешь, это вообще, наверное, считалось уголовное наказание, надо посмотреть. В Советском Союзе это нельзя было заниматься, я так понимаю. По территории считались, ну, как-то, ну, в общем, как говорится. И потом столько открылось этих, вообще, знаете, вот этот обмен валюты, здесь валюта меняет рубли на доллары, доллары на рубли, на евро. И, конечно, уже такая профессия, так как моряк дальнего пламания на связи с такими открытыми границами уже ушла куда-то. Ну, какой-то такой план. Другой. Ну, если бы я себе нашла, конечно, моряка. Ну, там писали мне. Были письма, писали. Наверное, что-то отвечала, точно не помню. Но с кем из них я так и не встретила. Поэтому вот облюбляю. Хотя я посылала. Кстати, я посылала фотографии мои. Мы написали письма, сообщения. Я разослала мои фотографии. Я ответила. Получается, у меня ответа не пришло? Это было так давно. Точно не помню. О чем там было дело? Работала в то время машинистка в журнале правоведения. Что-то очень тихо, спокойная работа. Отдельный кабинет. Я вам уже рассказывала. Хороший коллектив. Интеллигентные люди. Я когда пришла, там был Баркин Сергей Владимирович. Ну, а как, знаете, такой всесоюзный журнал. Интеллигентные люди. Такие спокойные, порядочные. Работа спокойная, тихая. Приходишь. Правда, при Баркине вовремя надо было. Там рабочий день, как говорится, там с 9 или полдесятого. 9, полдесятого уже на работе. Не помню, с 9, с полдесятого мы работали. В общем, да, на работе, там с 9 до 6, там вот это вот. То есть это вот будь любезен. Вот. Приходишь, садишься. И там, знаете, там огромное количество у меня было к следующему номеру. Раз в два месяца мы когда там сдавали журнал, надо было перепечатывать эти статьи. Приходила на работу. Стол, машинка печатная. Как это называется? Была электрическая у меня? Нет, такая была. Обычная. Не электрическая, по-моему, машинка. Обычная была. Ну, такая хорошая, обычная машинка. Вот сидишь. Целый день печатаешь на машинке. Ну, не целый день. Пришла, печатала, потом там ланч. В основном чаи пили. У меня вот в этом кабинете, у меня там раковина была. У меня в кабинете была раковина. Так что вот, прям, и на лестнице там прям туалет. Вообще, можно сказать, знаете, вот я сидела, вот стул у меня был, и стул, ну, как бы стул. Я сидела, а за стенкой у меня был туалет. Если вот эту стенку левую убрать, там вот на уровне, на уровне моего кресла, там был стучак. Ну, не стучак, а вот этот унитаз. То есть, за вот моей вот этой стенкой, вот это вот, по левую руку, там был туалет. Ну, все такое здание такое, знаете, такое, старинное немножко разваливающее, такое без особого лимона, там такое. Такое все пожамканное. Так что, чаи там, часов, наверное, в 12, можно было чай, там с чем-то там, кто что там для себя принес, чай, чай не кипятили, чай попили, вот, потом на обед, или там, это, в принципе, ходили, мы в столовую ходили. Университетская столовая была очень близко, там можно было дешево поесть, или на факультете. Так что, вот, обеденный перерыв, там примерно до двух до трех, ну, и потом опять печатаешь, видишь, печатаешь на машинке до шести. И потом выходишь на 22-ю линию и направо, направо туда, к этой линии, где-то с трамвайчиком, пешком до трамвая, на трамвайчике до Василиостровской, и на Василиостровской с пересадкой до Комендантского проспекта, до Пионерской, до метро Пионерской, а Пионерской еще на автобусе, ну, и домой сюда, на Комендантский. Ну, начинала я там работать, мы жили еще на Гажданской улице. Представляете? Здесь нужно на автобусе на 168-м до Пионерской доехать, потом на метро доехать до Невского проспекта с пересадкой на Василиостровскую, там две остановки, вы поняли, да? На Василиостровской выходишь, ждешь трамвая, на трамвае едешь до 22-й линии, и там по 22-й линии идешь в правоведение, ну, минут 50, час, где-то, целый час езды, утром, вечером. А так работа очень такая тихая, сидишь, печатаешь, печатаешь, там, ну, я не знаю, там. Если там по работе кто там заходит, там, или что-то, принесли какие-то статьи, там, в общем, или это, ну, это, знаете, как там, в основном, большая активность была, там, чай попить, знаете, вот это вот, чайник подогреть, и, в общем, собраться, чай попить. Да. А так тихо сидишь, печатаешь, то есть, какие-то вопросы, а какие вопросы? Далее вот эту пачку вот этих вот, к следующему номеру жнала, с отправлениями, со всякими там, одними, правками, редакторов, сидишь, все это перепечатываешь. Так что вот. Сидишь, печатаешь. Теперь коллектив у нас был спокойный. Когда я пришла, там работала Вергасова, Раиса Брагимовна. Ракицкая, как же ее звали? Ирина Францевна. Могу немножко ошибаться. Ракицкая Ирина Францевна. Волкова. Такая невысокого роста, худенькая женщина. Волкова. Бахил Сергей Владимирович. Все интеллигентные, тихие, положительные. Никто не ругается, все, знаете, матом не ругаются. Я бы даже не видела, что они курят. Там из них, по-моему, никто даже не курил. На нашем этаже не курили, на том. Но, например, через год произошли полтора перемены. Ну, когда редколлеги, или как-то вот это, приходил Юрий Кириллов с Толстой, с Прохоровым, они там поднимались, конечно, на этаж, к Бахину, они обсуждали, в общем, как там называется, темы, к журналу, то есть, ну, какие-то там такие моменты. Ну, это туда, к начальству. А потом Бахин Сергей Владимирович решил уйти на кафедру международного права, и на его место пришел Антон Саныч Иванов с кафедры гражданского права, ученик Юрия Кирилловича Толстого. И, конечно, начались новые веяния. Горгасова Раиса Брагимовна ушла, стала адвокатом в адвокатуру, вот. Волкова ушла на кафедру преподавать, по-моему, на кафедру преподавать. Ну, да. На место Волковой пришел Стас, который учился тоже на юрфаке, молодой парень, такой еврей, очень симпатичный. На место Вергасова Раиса Брагимовна пришел Мурашко Владимир с кафедры трудового права, кандидат наук на кафедру трудового права, или еще, как бы, планировал быть кандидатом. К Мурашко Владимиру почти каждый день приходил, не каждый день, там, раза три в неделю, Адель Кихдеев, его друг. Он у нас не работал, но он постоянно ходил. А к Антону Санычу Иванову постоянно приходил Кротов. Кротов, да. Михаил Кротов. Это был такой очень хороший, наверное, знакомый. Он так часто бывал у нас в правоведении, он не работал, но он приходил к Антону Санычу. Да-да. А кто же еще был? Потом там еще двух женщин нам перевели из издательства. Две женщины у нас были редакторами, помимо Мурашкина, потому что и Ракицкая тоже ушла. И нам с нашего, с этого, с главного офиса перекинули двух редакторов. Вот как их звали, я вам не могу сказать. Это были такие две женщины около 40 лет. 37-40 лет. А самое интересное, это были две женщины, обе без детей. У них было где-то 35+. Ни у одной, ни у второй не было детей. Которая была повыше встроенная, большой блондинка с толстой косой, она жила в коммуналке с мужем в центре. Насколько я помню, вторая женщина, невысокого роста, она жила с родителями в центре. Вот там была еще третья женщина, с рыжими волосами крашенными. Около 40. Вот у нее был сын. У нее был сын. Как сейчас помню. Это она нам всем рассказывала. Рассказывала, это я просто слышала. Я вам кого-нибудь спрашивала, она сама дать рассказывала. Ну, этим, наверное, с вами подругам. Ну, это. А может быть, эти женщины уже пришли, когда Антон Саныч же ушел. Ведь Антон Саныч ушел. Он ушел на полную работу в Союз-контракт. И я тоже уволилась. Он ушел, и я уволилась. А кто пришел на место Антон Саныча? Я вот не помню. Ну, не могу, если я вам так столько всего рассказала. А кто пришел на его место? Вот что интересно. Он же ушел. Союз-контракт. И я уволилась. Может быть, я уволилась, поэтому я и не знаю. Зарплату мы получали в главном описе. Там, где 12 коллегий, около Невы, ездили туда. Там была бухгалтерия университета. Там получали зарплату. Такое окошечко стоишь в очереди. За зарплатой, там, человек 10-20 стоишь, получаешь по ведомости, расписываешь, что ты получил. Наверное, авансы, зарплату. По-моему, два раза в месяц мы ездили. И постоянно ходили вот этой вот дорогой, вот этой дорогой. Мимо вот этого комплекса, а там были склады. Там склады, там ничего такого не было. А через много лет я там вот выбрала, мы с Перри, с моим бывшим мужем, купили там квартиру на Воковском 4, квартира 10 у меня была, парковка 9, которую я продала в 16-м году. Ну, да, почти 15 миллионов рублей. Так что, вот. Я думаю, что достаточно вам рассказала. Потому что, я думаю, надо оттуда взять, из детства. В общем, чтобы понимали, что я была Александром Стивной Юрьевной. Я даже вам могу рассказать, как одевалась эта женщина с косой, которая у нас работала в проведении уже этим редактором. Вот это вот у нее была такая толстая-толстая коса. Она не просто распущенная в волосы, а у нее коса была. Вот так вот она косу, или хвост, или косу заплетала. Она такая была стройная, стройная. И любила, знаете, каблуки какие-то, вот эти вот, и до подошвы. То есть, она, знаете, такая метр, наверное, 65-68, такой рост у нее был. Спортивная фигура, копальное лицо. Такая очень-очень привлекательная, такая очень. А вторая, которая была, она была намного ниже ростом. Ниже ростом, полнее, и наряды у нее были более такие, ну, как-то вот так. Ну, а та, которая рыжая, я вам уже рассказывала. Она там нашла, наверное, через какие-то агентства, или кто-то познакомила, нашла немца, поехала в Германию, а немец оказался голубым. Она что-то потом уехала в Германию, потом приезжала, нам рассказывала. Ну, в общем, ладно, я вообще покушала. Так что, вот так, знаете, еще по хозяйству, мне еще нужно полы мыть. Знаете, я еще начала генеральную уборку делать, еще, знаете, мне вот здесь нужно на столе убраться, прибраться, в моей комнате, как это, в спальне помыть, помыть в коридоре, еще в ванну помыть, если вообще самой в ванной под душем помыться. То есть, в общем, на самом деле, вы такие лицо у вас. Это будет часа 18 минут позитива со мной, Статьяна Салмановна. Нужно понимать, да, что я для приморского государства Петербурга все это рассказываю, защиту мальчишки, милого достоинства. Все нужно понимать, да? Как давно это было? Ну, и вообще, эти, курсы ДСААФ с моей собакой, вообще. 48 лет сейчас. Я вам еще потом расскажу. Второй курс с Фредой, с моей собакой, мы там, это камни. То есть, ей надо было искать камни. Камни, зарываешь камни по специальной там тропинке, дороге, зарываешь камни, она, даешь ей нюхать камень, она должна найти. Да, должна найти, сесть и заларить. Именно в том месте, где зарыт вот этот вот именно камень, ну, примерно такие же камни, не знаю, они пахнут, наверное, эти камни, очень умею, не могу сказать. Даешь понюхать, говоришь, ищи, она как бы ищет. Получается, камни имеют запах. Ну, как? А зарывают их, знаете, на каком расстоянии? Она небольшая. Зарывают примерно 10 сантиметров, вот так вот. Вот такие вот дела. Сейчас я вам сейчас еще и раунд покажу. Покажу еще такой раунд. Я покушала. Ох, ну что. Ох, я сейчас еще и раунд покажу. Ох, это какая красота, какая-то, 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 какая-то феерическая сфера. Ох, такая супер-феерическая. Ну, как говорится, с тронами, с трона. Ну, а вот так присесть, ну, или, знаете, вещи, одежда. Вещи, одежда. Скинуть куда-то, куда. И вот так присяду, вот так присяду. Такая красотка. Ох, ну да. Татьяна Салмановна Мактун, Сайфуре. Ах, это час и восемнадцать минут позитива со мной. Татьяна Салмановна Мактун, Сайфуре. Десятое марта 2021 год. Да. Собственник квартиры, я здесь живу 30 лет, 24 года постоянно. Такие вот дела. Ох, здесь у меня уже тем пальто уже практически высохло. Платье-то точно высохло. Практически платье высохло. Или будет час и сколько там минут позитива. Ох, какая такая космическая фея. Ну да. Так это забрал. Так это волосы. Знаете, на самом деле, знаете, когда я ему говорила, когда готовишь еду, так это забрать. Ну, на самом деле, ничего, можно и распустить, вообще, надо причесаться. Вообще, конечно, нужно тюнинг наводить, нужно и подкрасить волосы. Так что вот, подкрасить. Конечно, их еще нужно и подкрасить. Красивенько. Розовая краска. Кстати, вы знаете, я вот эту краску сейчас вам покажу. Покупала по моей карте банка Тинькофф. Это, по-моему, одна из первых покупок, что я сделала вот эту розовую красочку. Смотрите, здесь такие эти штучки. Сейчас вам покажу. Я еще и не пользовалась. Да, по моей карточке банка Тинькофф оплатила за 7 тысяч рублей за мои наличные деньги, эту красочку. А вот в магазине Подружка. В магазине Подружка. Пять озер. В магазине Подружка. Пять озер. Ах, ну свеклу ее. Нужно, конечно, такую губу протереть. Подружка Пять озер заплатила по карте, по очень хорошей скидке. Там была скидка в это время. Так что, вот, ах, больше будет немножко позитива. Сейчас мы салманусь ответим. По поводу... Ох, чихну. Ох, чихну. Ох, чихнула. Ну, конечно, знаете, такая по-летнему. Знаете, такая вообще еще и закаляюсь. Конечно, я закаляюсь. Закаляюсь, знаете. Как там. Лечусь. И знаете, простуда. Еще, знаете, у меня с октября простуда. Так я, знаете, чесноком, лучком, чесночком, конечно, закаляюсь. Так что, вот. Ну, такие вот дела. Смотрите. За бортом, за окном. Минус 20. Сейчас посмотрим, какая погода. А я, конечно, в летнем платье минус 25. А я такая по-летнему. Таких в летних, знаете, как будто бы я там в этих Дубаях, где плюс-плюс 40. Смотрите, какая погода. Сейчас посмотрим, что Ютуб показывает. А вернее, этот Яндекс. Ну, да. Ну, да. Минус 24 градуса. Ощущается, как минус 29. Боже мой, я же не поняла. Мы что в этих... Там где алмазы ищут. Что там покажу? Что не показывать? Что там покажу? Сейчас полседьмого утра. Сейчас полседьмого утра. 10 марта 2021 год. Минус 24 градуса. Показывает мне Яндекс. Ощущается, как минус 29. А как вы хотели? Василий Валерьянович вообще сказал, что по области там минус 26 обещают. Я же не поняла, март, 10 марта. Чтобы столько такой минус был. Так что вот. 6 часов утра, 32 минуты. Я уже покушала, приготовила себе завтрак. Так, покушала. Сейчас личный кабинет банка Тинькоффа открою. Еще Василию Валерьяновичу позвоним по телефону. Он должен был уже проснуться. Спросим, как у него дела. Так что вот, что не позвоним. Позвоним, правда? Ну, великолепно. Ну, какая такая экзотическая, эротическая фея. Вот и следующая серия. Такой позитивчик. Такой позитивчик. Со мной, с Аттен Салманной, Магнусы и Фудим. Ну что, личный кабинет банка Тинькофф. Письмо я уже показывала. Еще я тоже здесь вам покажу письмо. Они мне ответ прислали. Так что вот, что если какие-то справки у Вас есть, что там больничные, что Вы на больничном, тогда пришлите, что Вы не можете заплатить. Какой больничный? Так что вот надо, конечно, будет взять в первом медиа о моем диагнозе миопатии документ. Ну, там официально нужно ехать, делать официальные с паспортом официально, с официальными бумагами, с моим свидетельством о перемене имени. Вот, что я поменяла, что я была Александрова Татьяной Юрьевной, что я официально поменяла моё имя, что фамилия Татьяна Салманна Мактумса и Фудим. Делать официальные, там, я не понимаю, оформлять документы, делать запросы. И они дадут мне справку. То, что я была в больнице, такой диагноз. Так что вот, поднимут там эти документы. Ай, сейчас, в общем, сейчас прибавлю звук. Такие вот дела. Ох, этот секретный код. Михаил Маратович, секретный код. Ну да, ох, ну да. 77, 16. Вы знаете, что такое 77, 16? Это называется три семёрки. 77 и 1 плюс 6, это будет 7. Ну да, сейчас секретный код вводим. Открывается мой личный кабинет банка Тинькофф. Михаил Маратович, сейчас Татьяна Салманна вам расскажет, чем обычный человек отличается от агента 007. Я пишу сценарий для фильма «Агент 007». Так что вот. Надо было записать немножко, знаете, вот это вот, о тех... Сейчас я воспроизведу это в памяти. Чем обычный человек отличается от агента 007. Ну да. Сейчас метафорично Татьяна Салманна вам скажет. Как он написает для сценария. Следите за моей мыслью. «Она позвонила ему по телефону». Она позвонила ему по телефону. И они поговорили. Вернее, он ей перезвонил сразу же. Наверное, это так звучало. И буквально через несколько секунд после этого соседская дверь открылась. Туда кто-то вошел. А примерно через час времени, через час времени, час 15 в ту же самую квартиру позвонили. Позвонили им в квартиру. Дверь открыли. Это соседская квартира. Туда кто-то вошел. А буквально, примерно, плюс-минус, через 10 минут там, за стенкой спальни, там кто-то чихнул. Ну там, куда вошли. Вы поняли, да? Так а вы можете проверить, Михаил Маратович. 9 марта 2021 год. С пол-пятого до пол-восьмого вечера. И вы поймете, чем обычный человек отвечает с агентом 007. И что значит быть разведчиком? А, еще это еще не все. Она еще потом звонила. Во сколько там это было? Пол-восьмого? Примерно там. По телефону. Но не дозвонилась, там была занята. Ей никто не перезвонил. И она выпила 4 таблетки валерьянки. Маленькие. Вот эти. 4 таблетки валерьянки. Валерьянка. Я их покупала в аптеке. Это что? Это сценарий. Сценарий фильтра. Агентом 007. Ну да. А вы хотите знать, что было до того, как она выпила 4 валерьянки, таблетки? Вот это вот. Она не поняла, будут деньги на фирму или нет. Или она будет сидеть без денег. Она не поняла вообще. А это она кому? Так я не знаю, к кому. Это сценарий. Это сценарий фильма. А. 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 А он такой спрашивает, а чем мерить наказание? Вот и мерить тема. Вы как почувствуете, что было до того, как таблетки она выпила? Вот этим и мерить. Как вы считаете? Вот сразу там это почувствовали. Как считаете? Вот и мерить, и то и меж. Короче, и все, да? Гайс. Ну да, как говорю, как же в асфальт, ландшафтный дизайн я делал. Договор. Пришайте договор заключать к нам на бетонный заводчик. Ну да, матрешки. Знаете, такие штучки, мешалочки ездят. Это очень такие оригинальные, такие матрешки, там такие матрешки нарисованные, с матрешечками. Так что вот. Ну да. Так я уже открыла. Я это уже заоткрыла. Мой личный кабинет, банка Тинькофф. Ну да, 600 рублей мне нужно заплатить. Текущая задолженность 6995 рублей 31 копейка. Понимаете, он хотел еще спросить, понимаете, он еще хотел спросить, как-то вот это вот, там, кто с кем, а, еще вот там такой вопрос, быть или не быть, вот с чем вопрос, кто с кем там, вот это вот такая, а, вообще, ладно, сейчас я подумаю, как. Как это, ну вот не буду сейчас об этом, об этом говорить, давайте пока мои вот эти вот платежи, платежи посмотрим, платежи, которые я тут сделала, на мой мобильный телефон и федеральную налоговую службу. Так что вот. Обратите внимание, это мои платежи. Элкомарина, мой мобильный телефон. Татьяна Саламана, хотела бы сказать, и приглашение уже это запоздало немножко. Надо было им писать, короче, мы им зашлем денег, мы вас так любим, вообще так ценим, может быть вам подарки прислать. Вот это вот, так что вот, а так вообще уже, это как бы, это уже все не актуально. Продавайте, приезжайте, уже не с кем разговаривать. Вы поняли, да, уже? Поздновато, это немножко такое, позновато, знаете, вот это вот. Такое приглашение уж как поздновато, поздновато немножко. Приглашать надо было в шестнадцатом году. Вы что, не слышали, что ли? Я на моей младшую, там бумажки когда-то еще весной, летом валялись вот эти вот. Я же им говорила, вот эти бумажки там в коридоре нужно поднять. Было сказано, что бумажки поднять. Выйду бумажки валяю, я сама подниму, значит, все мое, короче. Я вышла бумажки валя, короче, вот так. Вот они тут написали. Семнадцать часов девять минут. Сейчас я так к серию на мою страницу ВКонтакте размещу. А чего не разместить? Евгения, сейчас я это размещу. Ну да, мы же не знали, что это она. Ну да, мы же не знали. Ну да, сейчас я вот это размещу. Размещу ваше письмо. Имейте в виду, что это я. Заплачу, как только, так сразу. Появятся деньги. Оплачу часть моего долга, минимального платежа. Вот тетенька приглашает. Заведующая, вакансия заведующей аптекой. Ну да, так улыбается. Ух, ух, такое вот это вот, такая улыбочка. Не хотите быть заведующей аптечкой? Татьяна Салмановна сказала бы вам трехэтажным матом. Ну что ругаться, правда? В общем, брендирую. Кстати, это я, это я в Америке, мое видео. Сейчас я вам уже покажу. Это мое авторское видео, я в Америке. На 50s Skin Road Bloomfield Connecticut я на видео. Кстати, у меня это платье сохранилось, оно в коридоре висит. Ну да. А вы сомневаетесь, что это я? Я могу так же накраситься, одеться, немножко волосы подавью. А у меня нет этой плойки. Так что, ну, я немножко более худая была. Здесь немножко на размерчик худее я. Более стройная. Да. Ну да. Ну да. Он прекрасно знает, что он не одинок в этом мире, что у него есть прекрасный спортивный, который он всегда может добиться. И это высшая сила, в которую он безоговорочно нашелся. Ну, такие вот дела. Я даже не знаю, знаете, как вам сказать, здесь я уже отбрендировала. Такая я, это было, знаете, такое углубленное у меня погружение в позитивное мышление. Писала я книжечку, вот эту книжечку писала. Написала, ничего не заработала, я уже говорила. Я автор книги. В общем, такая такая позитивная, знаете, такая вообще на самом деле. Ох, такая, все такая суперпозитивная. Такая вся, знаете, вот эта, на Хаммере, на этом, на Драгон-доме. Муж так ко мне хорошо относился по-римаксилдански. Такая мечтала, думаю, знаете, преподавать. Как, вы знаете, я уже вам показала это видео, как, наверное, правда, ох, приезжайте в Турцию. В общем, наполняться энергией, любви, процветания. Так что вот, такая мотивация, очень мечтала, знаете, как Интони Робинс. В общем, как-то вот это, так романтически. Я думала, что, знаете, вот такие вот эти профессии, такая позитивное мышление, она такая очень вот эта вот. Я вот думаю, конечно, здесь уже отбрандируете мои видео. Дима мне задавал вопрос, вы были такая, все такая на позитиве, все такая, все такая, прямо это, в 2017 году, все лето, вот это вот. Здесь Дима, ну, Дима, знаете, Дима с Денисом работали, делали мы дизайн моего эллинга. Я просто брондирую сейчас мои видео, всем рассказываю вам. И бах, понимаете, вот это бах. Кстати, кто виноват? Вот они, кстати, вот знаете, в чем здесь такая вот эта вот, я могла сказать, понадеялась. Я бы на самом деле не стала эти 15 миллионов так лихо тратить, знаете, на ремонт. И, знаете, я же ремонт сделала. Начала здесь ремонт делать и на Железнодорожной 20, поселок Белоостров, Санкт-Петербург. Железнодорожная 20, а на моей половине участка дома, и на Менделеевской, мой эллинг стала красить, знаете, вот это стало как-то вот это. Честно говоря, это была, знаете, такая вот эта надежда на этот грант. В общем, заморочили мне, честно говоря, голову. Если бы мне эти обещания, что они мне пришлют мои 10 миллионов долларов, я бы не стала так это лихо тратить вот эти деньги. Я бы, наверное, подумала, что, ну, больше пока никаких вообще перспектив, я не работаю, деньги нужно вложить там, в общем, там, не знаю, там, на счета, чтобы на проценты, в общем, как-то вот это. Планировала две квартиры, не эллинг купить, а две квартиры. Здесь, конечно, они меня вообще лихо так, конечно. Лихо. Такая надежда, что я получила мои 10 миллионов долларов, но эта надежда, честно говоря, вот это тянется, вот это тянется. Ну да, тянется, а она не ждет 10 миллионов долларов, фотофакт, это 2017 год, по-моему. И вот эта вот лихая надежда. Экономная, 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 здесь подумают, какие-то деньги вообще, вот это, вот надеюсь, вот это же вас куда-то пригласят. там саудовскую аравию там в дубае там что-нибудь такое напишут зашлите нам денег будете на в этих это прям этих на нефтяных приисках вот это вот там еще какая-то фигня ну да понадеешься так уж и там лапши там по навершить это лапшу дайте будет лапша свисать с ушей так что вот как она будет одежда закона купила все такого одежды не стала накупать как-то нужно было немножко по другому к этому ко всему подойти я так вот честно говоря он актерское мастерство смотрю здесь конечно а теперь знаете сидеть знаете вот этот тип заплатить 600 рублей по кредитной карте на 7000 рублей а потом чё сравнивать 2017 год дима 2017 год столько воды утекло понимаете это 17 18 19 20 уже 21 один холодный эллинг почти 9 дней в холодном эллинге ужаса понимаете вот этот 9 дней ужаса потом два месяца на 14 отделение психушки в 2019 году середина июля по середину сентября сплошной ужин потом еще в психушке в прошлом году 29 июня по 9 сентября спортова степанова евка щенка переболела коронавирусом дима вы спрашиваете где позитив я даже не знаю что что мы сказать понимаете вот на самом деле вот это п recorded在 2 он анд diskut 13 это анд 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 Такая, знаете, как в Америке была, знаете, книжка на этих позитивах, такая, я слюблю, такая слюблю, такая вот это все, и вдруг вот так вот это вот. То, конечно, по, не знаю, там, по 2008 году, я никогда вообще за столько, знаете, за, ну, откинем 3 года, вот эти 3 года, да, за 45 лет, за 45 лет, за 45, матом я вообще не ругалась, ну, так, может, там, один-два раза, все такая она позитив, такая вот эта вот. Ну, что мне это дало, понимаете, это ужас дал то, что могу так матом, так могу послать, я, знаете, вот это, как вспомню, знаете, вот этот вот холодный эллинг, вот это все, потом вот это вот время психушки, и там еще что-то, вот это вот, если это состояние, я могу так матом послать, далеко и надолго, вот это вот, если вы мне щучим такое напишете, могу так ответить, что, конечно, по 2007 году я так никогда бы, я вообще даже, даже не подумала, что как-то вот это вот, так что вот. по 2007 году, по 2008 году, мне даже это в голову не пришло, и как бы вот это вот, а сейчас какие-то вот эти вот, что там вот это, особенно в частном порядке, я могу так поговорить, так ответить, что не то, что там мало не покажется, короче, вот это вот, так выскажу, что я думала по этому поводу, так что вот, такие вот дела. А вы вот это увидели там, ты минутка позитива, с Татьяной Салмановной, ухти-пути-пути, ух пути-пути, кути-кути, вот это вот, ну вот это вот, ну да. Вон я там удалила. Салмана так ответит, что все нефтяные скважины пропадут. Ну да, сценарист, Салмана сценариста, она как эти полоски отрежет, короче, как вот это вот, тут это, как удалить, а в эти вышли, были скважины, был бизнесом, скважин нету, короче, и всю карте, где были, вот это вот, вот это, где были эти скважины, я, кстати, тоже я, такая вся какого-то, в эротическом костюмчике, вот это вот, ну да. Ну да, соблазить мужчину по телефону, а, такой эротичок, еще такой эротичок, ты смотри. Так, а что они такое пишут? Нафиг. Если не сказать более грубо. О, знаете, мужчины с боем, как они называются? Вот, смотрите, Абдулоралши, Садулаев, пожертвовал квартиру кому-то, вот этих парцов, посмотришь, ах, они восточные мужчины, надо удалить его отсюда. Смотрите, как разбогател. Знаете, за несколько лет, как люди сумели разбогатеть, ну что, знаете, в этих выступлениях, все это, понимаешь, что и сам разбогател, даже может теперь квартиру пожертвовать, то есть, ну, понимаете, то есть, ну, а сколько? Нет, ну, только можно по-хорошему, честно говоря, по-хорошему посмотреть, и, честно говоря, я вообще, тем более, знаете, своим трудом, знаете, вот, спортсмены добиваются своим трудом выступления, зарабатывают, это можно только, только, знаете, только вот это вот смотришь и думаешь, вот люди, вот люди работают, работают, тренируются, выступают, побеждают, знают, что у них награды, почести, там, интервью, вот это вот как говорит, как говорит Хакамада, успех, успех – это бабло, понимаете, вот это вот, а здесь и популярность, бабло и успех, а здесь занимаешься, занимаешься, 20 тысяч видео засняла, вот это вот, 20 тысяч видео засняла, 5 тысяч видео больше даже загрузила, два моего каналаа Ютуба, Татьяна Салмановна, Макдон Сайфудин на русском, на английском языке, больше, ну да, на каждом видео я. Ой, Василий, опять у вас занят телефонный номер, а, он не перезванивает, перезванивает, алло, ой, доброе утро, не сплю, а я в 7 вечера, я с 6 вечера встала, я во сколько встала, ну, где-то в начале 2-го, полвторого, где-то вот так, надо было, конечно, надо было, конечно, ну, и, знаете, я поспала 7 часов, вот у меня тут аудиокнига, тихо была поставлена аудиокнига Джозефа Марфи, на 7 часов это аудиокнига, очень 7,5 часов, маловато, конечно. Кто копирует, я, 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 в принципе, посмотрела, но мне не удалось, мне не удалось узнать, кто копирует, ну, потому что я вот нажимаю на эту штучку, я нажимаю на эту штучку, и мне, как говорится, вот не видно, вот как так, ну, в следующий раз посмотрите, я вам покажу, может вам ну вот, сейчас я, я даже, даже сейчас нажму, сейчас нажму и прям вот посмотрю, вот, запись, запись нет, ну, вот так, ну, да, уже не работает и не работает Продолжение следует... 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 Здесь написано, вот поделился этой записью в личном сообщении, один человек. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь очень интересно, вот эта запись, например, вот этой записью тоже этот человек, наверное, этот или кто поделился, которая здесь вот на 18 минут. А те видеозаписи, которые у меня на, скажем, на 8 минут, это очень интересно. Эти записи не перекопировали. А, может быть, эту запись... А, нет. Эту запись перекопировали. Эту запись перекопировали. Я мой LiveJournal выкладываю в открытом режиме на двух моих каналах Ютуба, Татьяна Салмановна и Макдон Сейфудин на русском и на английском языке. Ну, предположим, кто-то, кто-то там этой записью, я не знаю там, кто-то копирует эти записи. Предположим, что это так. Но я выкладываю эти записи в открытом режиме. Я заснимаю себя, заснимаю мой LiveJournal, я пишу сценарий. Это не является какой-то секретной информацией. Ну, что, что, если кто-то там скопировал, я же знаю. Если вы так вот подумаете. Это мои авторские права. Я снимаю себя. Это можно посмотреть на моей странице ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис, Макдон Сейфудин через дефис. Я собираюсь защищать, мое участие достоинства в Приморском суде Санкт-Петербурга. Я собираюсь показывать, если надо, будут эти записи. Или подборку этих записей. То есть, как говорится, вопрос. Василий Иванович, у меня уже много раз спрашивал, что я посмотрела, кто копирует мои вот эти записи. Скопировать, чтобы сказать, что это они, я даже не знаю. Кто-то копирует. А смысл их копировать, если они и так у меня в открытом режиме есть. И здесь на странице ВКонтакте и на Ютубе. Может быть, если они как-то хотят это скопировать, потом сделать какую-то нарезку. Я там, знаете, иногда, знаете, для сценариев что-нибудь такое говорю, знаете, что-нибудь такое вот это нарезать, нарезать, знаете, сделать какую-то похабщину. Знаете, типа, я без монтажа же это снимаю, у меня же без этого, без монтажа я просто, знаете, выкладываю. У меня или маленькие, или большие, разного формата. Так что вот, это я даже не знаю, что вам сказать. А что вам сказать, так что вот, на эту тему. Это будет 2 часа, сколько тут минуток позитива, сейчас буду уже отключать, выключать. Так что вот. Вот такие вот дела. Вот я делаю, Фоманна Мактон, стою в пуде, вот я. Фоманна Мактон, стою в пуде. Фоманна Мактон, стою в пуде. Другое дело, может быть, кто-то копирует, там, у тебя, может быть, где-то там размещает, говорит, что это, вы знаете, мои авторские права. Я вообще хочу на этих видео заработать, заснимаю себя, тренируюсь, хочу быть актрисой, знаете, великой певицей. Вот это вот. Если они, знаете, вот это вот, к себе там, куда-то там мои эти видео, потом скажут, что это как-то вот это заработать, знаете, заработать на моих видео, для, чтобы кто-то заработал, знаете, это другой вопрос. Потому что мои авторские права на эти видео практически на все. Ну, кроме тех, вы читаете там на моей странице, которую я уже озвучила. А. И. Продолжение следует... Продолжение следует... Фотографию. Дима заменил свою фотографию. Фотообложки. Ну да, Дима заменил фото. Продолжение следует... Ох, какие ногти тут у Димы такие темы. Ох, международному... Вкратце 40 соток. А, Дима тут разместил подравление с 8 марта. Продолжение следует... Сейчас мы перепубликуем. Вот мужчина. Мне понравился мужчина. Дима на вашей странице. Это ваш френд. Михаил Титковский. Мужчина. Обратите внимание. Какой он позадный мужчина. Ну ладно. Сейчас я уже выключаю. Это будет 2 часа и 8 минут позитива. Со мной. Татьяна Салмана и Мактум Сейфудин. Санкт-Петербург. Россия. Комендантский. 32-1-92. Литера А. 7 часов. 19 минут. 10 марта. 2021 год. Так что год.